Ждут автобус на ветру и под дождем качаются на ржавых качелях в этом году. Картина в восьмом избирательном округе станет более радужной. Депутаты взяли на себя строительство автобусного павильона на проспекте Морском и двух детских площадок на улице Ломоносова. Ждать 15-й под открытым небом северодвинцы вынуждены даже в непогоду. То, что это автобусная остановка, можно понять только по дорожному знаку. Здесь, на проспекте Морском, в районе дома 13, нет ни павильона, ни асфальтированного тротуара. Лишь голые бетонные плиты. Вообще остановки-то нету. Надо, чтобы... Мы здесь стоим как на семи ветрах. Ни крыши, ни от дождя, ни от ветра мы не защищены. И автобусы ждем. Там эффект такой, так называемой, аэродинамической трубы. И получается, что люди стоят вообще на открытом воздухе, на огромном сквизнике. Вообще, когда я проезжала в свой округ, я обратила внимание, что необходимо все-таки уважительно относиться к людям. Все-таки микрорайон этот густо заселен, кругом девятиэтажки. На этих полуразрушенных плитах и сквозняке сверодвинцы ждать автобуса больше не будут, пообещали депутаты. Строительные работы здесь начнутся уже этим летом, после проведения аукциона и выбора подрядчика. Также по инициативе депутатов восьмого округа преобразование ждет жителей домов 92, 94, 96 по улице Ломоносова. После проведения депутатских слушаний все проголосовали за строительство во дворе двух детских площадок. Данные проекты предусматривают устройство игровых детских комплексов и устройство гостевых парковок для автомобилей. Многие ознакомились, никаких замечаний, претензий не было. Было дополнительное пожелание у жителей дома Ломоносова, 96, обустройство дополнительного турника. Во дворе появятся горки, качели и песочницы, плюс площадка для парковки. К слову, в этом году на каждый депутатский округ в бюджете предусмотрено полмиллиона рублей. Автобусный павильон и детские площадки горожане увидят в конце лета. Марина Хохлова, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска.